Здравствуйте! В эфире новости. Информационную картину дня вам представят корреспонденты телеканала Первый Карагандинский и Ягуль Нуржакен. Сегодня в выпуске. В священный праздник Курбанайт. Тысячи мусульман забрались в карагандинских мечетях на праздничный намаз. Правоверных поздравил Аким области Нурмухамбет Абдебеков. Золотые теплометры. Приборы учета тепла, как яблоко раздора между жителями Сарани, чиновниками и коммунальщиками. Горожане не желают платить за один прибор свыше 700 тысяч тенге. Житель Приозерска сжег своего восьмилетнего сына. Он пытался покончить с собой и стал виновником гибели своих соседей. Праздник Курбанайт широко отметили в Караганде. В центральной мечети собрались десятки тысяч карагандинцев. Поздравить горожан приехал Аким Карагандинской области Нурмухамбет Абдебеков. По традиции утро первого праздничного дня Курбанайта началось с молитвы. Курбанайт – праздник жертвоприношения ради Всевышнего. Это самый большой мусульманский праздник. Отмечать день жертвоприношения начинают с раннего утра. В эти дни мусульмане приносят жертвы домашних животных, накрывают большой дастархан и раздают мясо малоимущим. Сегодня в мечети проходит очень важное событие для мусульман – праздник Курбанайт. Здесь богатый дастархан, у людей отличное настроение и погода сегодня радует. Здесь собрались не только казахи, но и представители других наций. Это ещё раз доказывает, что в нашей стране живёт дружный народ. Я поздравляю всех мусульман с праздником, желаю благополучия, счастья всем семьям, крепкого здоровья нашему президенту, мира и добра. Выразить своё почтение священному Айту и прочитать намаз приехал в мечеть Иаким области Нурмухамбет Абдибеков. Глава региона поздравил всех присутствующих с праздником. Курбанайт – великий праздник для мусульман. Наша общая цель – донести до каждого, что ислам – религия мира и добра. Я поздравляю всех вас с праздником Курбанайт. Желаю вам счастья, мира и спокойствия. Ислам – религия добра. Об этом неоднократно говорит и наш глава государства. Согласно исламской традиции, в честь праздника каждый мусульманин должен принести в жертву барана, корову или другую домашнюю скотину. Курбанайт также знаменует собой окончание хаджа – ежегодного паломничества в Мекку. Лариса Хусейнова, Жасулан Маклубеков, Александр Терекидзе, Первый Карагандинский. В Карагандинской центральной мечети состоялся вечер чтения Корана. Около 50 детей читали аяты, которые знают наизусть. Такое мероприятие в Караганде провели и в первый раз. Подробнее в материале Ларисы Хусейновой. Долгат уже не бегу 14 лет. Обычный подросток с обычным хобби. Мальчик любит заниматься спортом, ходит на футбол и дзюдо. Но в отличие от многих своих сверстников, Толгат уделяет время чтению Корана каждый день. Он изучает Коран на протяжении 6 лет. Когда я попался первый раз в медресе в Алмату, мне очень понравился Коран, и я начал его обучаться. Если вы начнете Коран, вы такой путь найдете, что Аллах вам даст все, что вы попросите дуа. В областной Карагандинской мечети в дни празднования Курбанайта провели множество встреч и мероприятий. Одно из них – вечер чтения Корана. Дети в возрасте от 3 до 14 лет показали свои знания в мусульманской вере. Мы сегодня встретили наш священный праздник – Курбан-Байрам. В этом году мы проводим Курбанайт более общинно, чем в прошлых годах. Стараемся разукрасить наш праздник хорошими, благими деяниями. На вечер чтения Корана мы собрали детей, потому что они – наше будущее поколение. Вечер чтения Корана завершился вечерним намазом, а также всем пришедшим раздали благодарственные письма. Лариса Хусынова, Жасулан Макулбеков, Александр Цирикидзе, 1-й Карагандинский. Более 150 священников со всего мира прибыли в Караганду на биотификацию отца Владислава Буковинского. Обряд причисления умершего к лику блаженных. Это первый такой обряд в Казахстане он прошел в Кафедральном соборе при Святой Деве Марии Фатимской. Ваше Высокопреозвешенство, епископ Карагандинский епархий смиренно просит его святейшество, Папу Франциско, великой милостью вписать преподобного слугу Божьего Владислава Буковинского, епархиального священника, в число блаженных. Церемонию биотификации возглавил представитель Папы Римского кардинал Анджело Амато, префект Конгрегации по делам святых. По сведениям Карагандинской епархии, общее количество иностранных гостей превысило тысячу человек. На биотификации присутствовали делегации из Италии, Германии, Польши, Словакии, России, Украины. Церемония транслировалась в прямом эфире более чем в 40 странах мира. Церковь, находящаяся в Караганде, вместе с многочисленными верующими в Казахстане, в Польше, в Украине, в России, в Германии и в странах Средней Азии, благодарны преемнику Звятого Апостола Петра, Папе Франциску, вас благодаряют Презвятую Троицу, Отца и Сына и Звятого Духа, Бога Трезвятого, и возносят гимн славы за провозглашение блаженным преподобного Злуги Божьего Владислава Буковинского. Владислав Буковинский, католический священник, репрессированный в СССР по политическим мотивам, признан слугой Божьим, был обвинен в измене советской власти в пользу Ватикана и в пастырской деятельности. В 1950 году оказался в лагере в Жасказгане, где работал на медном руднике Покро. Владислав Буковинский награжден Комодорским крестом и Орденом Возрождения Польши посмертно. Награды были вручены епископу Карганды Янушу Калете во время торжественной мессы 13 ноября 2011 года. Он был первым, кто распространял весть Иисуса в Казахстане, весть Божьего милосердия. Милосердная любовь была тем, что зажигала его сердце. Его катехизация, простая и существенная, была евангельским призывом любить Бога и ближнего. Таким образом он мог обращать не только обычных людей, но и образованных. На церемонии было зачитано поздравление руководителя секретариата съезда лидеров мировых и традиционных религий, председателя Сената парламента Касымжамарта Токаева. С важным мероприятием католиков поздравил и Аким Каргандинской области Нурмухамбет Абдебеков. Важной составляющей национального единства нашего региона является межконфессиональное согласие. Отмечу, что в области осуществляют свою деятельность 314 религиозных объединений, представляющих 18 конфессий, которые обладают равными возможностями в соответствии с установленными нормами. Сегодня католическая епархия области активно участвует в общественной жизни, внося существенный вклад в укрепление мира и согласия в обществе, а также в воспитании патриотизма среди подрастающего поколения нашего региона. На церемонии биотификации было отмечено, что такие события прежде происходили в Риме, и процессе руководил Папа Римский. В последние годы порядок изменили, и сегодня это можно делать на местах. В специальный алтарь был помещен ларез, в котором упокоены мощи святого. В ходе святой месы также сообщили, что в календаре католических праздников учрежден День Блаженного Владислава Буковинского – 20 июня. Андрей Тен, Александр Церекедзе, Первый Карагандинский. К другим новостям. Прибор учета тепла стоимостью более 700 тысяч тенге. С такой ценой столкнулись жители города Сарань. Несогласные горожане выскали свое мнение коммунальщикам и властям. Впрочем, у последних есть свое мнение. В проблеме разбиралась наша съемочная группа. Устанавливать приборы учета тепла или нет – этим вопросом сегодня задали жители города Сарань. Казалось бы, вопрос риторический, поскольку установив приборы, можно с большей точностью знать количество потребленного тепла и, соответственно, платить только за полученное тепло. Но, как часто это бывает, существует много подводных камней. Один из таких камней – стоимость одного прибора. Чтобы установить только один теплометр, жителям придется заплатить более 700 тысяч тенге. Несогласные с такими расценками высказали свое мнение. Они считают, что власти вновь намерены все расходы повесить на горожан. Эти явно разворованные деньги, котельные. Строили, строили, котел украли, ищут до сих пор. Трубы были уже почти состыкованы. Опять нету труб от РТИ до Сарани. Сейчас они хотят повесить на нас это все. Ну, это же беспредел. Беспредел. Даже возьмите водовод Шахан Сарань, разобрали 80-ку трубы, и говорят, неизвестные люди выкопали. 15 километров труб. Представляете? В городском Акимате Сарани пояснили, что по республиканской программе было выделено 215 миллионов тенге на установку приборов учета тепловой энергии. Однако деньги эти кредитные. Иначе говоря, их нужно возвращать. Стоимость утверждена. Она этим самым продавцом на всех этапах доказана. И прошла, более того, проверку у этого самого лизинга дателя. То есть в регионе, в Астане, прошла проверку. Сколько? Если у нас, грубо говорить, если 215 миллионов и 274 дома, то порядка это 780 тысяч один прибор. С установкой где-то так вот, где-то 780. Власти и подрядчики утверждают, что приборы оборудованы системой дистанционного считывания показаний, а также антивандальными устройствами. По мнению руководителя предприятия «Теплосервис», которое и устанавливает приборы, недовольство высказывают не все жители Сарани, а те, кто скандалит, всего лишь не желают платить. Приборы учета всегда устанавливаются у потребителей за счет собственных средств. Даже если бы не было вот этой программы по установке единых приборов, то услугодатель обязательно бы заставлял всех потребителей электрической энергии, будь то юридические лица, будь то физические лица, покупать себе приборы учета и по ним вести расчет. По всему видно, что правда у каждого своя. Жители не желают, как они считают, переплачивать за приборы учета. Власти и коммунальщики заявляют, что платить за приборы обязаны именно жители. Но есть альтернатива. Горожане могут и вовсе не устанавливать эти приборы. Но платить за тепло тогда придется по-среднему. А это в разы выше, чем обычно потребляется, заявляют коммунальщики. Андрей Тенжа, Сулан Макулбеков, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. 4 человека погибли в результате самоподжога, который устроил житель города Приозерск. 49-летний мужчина облил бензином себя и 8-летнего сына, а затем поджег. От полученных ожогов мальчик скончался до приезда скорой помощи. Зачинщик пожара умер в больнице Балхаша. Трагедия произошла 12 сентября. Мужчина поджег сына и себя после семейной ссоры. Ребенок погиб на месте, а отец выбросился на улицу с 4 этажа и был госпитализирован в городскую больницу Балхаша. Во вторник утром он скончался. Врачи сообщили, что у него обгорело почти все тело и был сильный ушиб головного мозга. Также известно, что от угарного газа скончались девочка и женщина, проживавшие этажом выше. Еще одна женщина находится в состоянии комы в реанимационном отделении российского военного госпиталя города Приозерска. В деле разбираются полицейские. Еще один подкидыш. На этот раз на произвол судьбы выбросили трехмесячную девочку в Тимиртау. Малышку оставили в подъезде жилого дома. Она была завернута в пеленки. В таком виде ее обнаружила жительница дома. Женщина нашла подброшенную малышку прямо на лестничной площадке. Она сразу же вызвала скорую помощь и полицейских. По информации врачей, девочке примерно 2-3 месяца. Полиция занимается поиском матери и ребенка. Полиция занимается поисками матери и ребенка. По данному факту заведено уголовное дело по статье «Оставление в опасности Уголовного кодекса». В детскую больницу Тимиртау сотрудниками скорой помощи привезли девочку ориентировочно 2-3 месяца. Состояние удовлетворительное. То есть она находится в обычной палате. Сейчас врачами назначены все необходимые обследования. Продолжаем выпуск. Областной казахский драматический театр имени Сакена Сейфулина вновь распахнул свои двери для зрителей шахтерской столицы. Минувшие выходные состоялось открытие 85-го театрального сезона. В этом году для зрителей приготовили настоящий сюрприз – спектакль «Харакось», покоривший не только казахстанцев, но и зрителей ближнего зарубежья. «Красная дорожка» – актеры, которые давно полюбились карагандинской публике. По традиции на торжественной части открытия театрального сезона рассказали о достижениях театра и планах на будущее. После чего ветераны совершили церемонию возложения цветов к памятнику Сакена Сейфулина. Со словами поздравления выступила Рымбала Омарвекова. «Хочу отметить то, что этот год для театра особенный, потому что новый театральный сезон – юбилейный. Хочу вас поздравить с этой знаменательной датой и желаю вам новых творческих успехов. А начинающим актерам никогда не сдаваться». Представленная театрализованная постановка по жанру больше похожа на трагедию, написанная Мухтаром Ауэзовым. На протяжении всего спектакля зрителю не давало расслабиться волнение за судьбу героев. Для актеров не составило труда учить тексты и передать характер героев на сцене. Все было как вживую – громкие фразы, уверенные движения и настоящие эмоции. Все присутствующие получили заряд позитивной энергии, приятно поражаясь и наслаждаясь игрой актеров. «Для меня театр – это жизнь. Всем советую посещать культурные мероприятия чаще, ведь это дает заряд энергии, которого хватает на долгое время. Кроме того, театр рождает культурное воспитание в наших детях». На сегодняшний день в труппе театра около 50 героев, но это не предел, говорит руководство. С каждым годом актерский состав пополняется молодыми талантами. Говоря о планах на будущее, можно отметить, то, что к 25-летию независимости Казахстана в октябре состоится 24-й фестиваль «Окпек Жалауши», где в жюри будет Дунай Яспаев. А вот актерская труппа будет гастролировать по области в течение месяца. Асель Сазамбаева, Жасулан Макулбеков, Александр Цирикидзе, Первый Карагандинский. 155 безработных тимиртаутцев получили новые специальности и были трудоустроены в рамках программы «Дорожная карта занятости-2020». Все они прошли обучение по техническим специальностям на двухмесячных курсах. Как себя чувствуют новоиспеченные специалисты и довольны ли? Новой работой выясняла Аи Мамрина. На обучение одного специалиста государство тратит примерно 35-50 тысяч тенге. В центре занятости отмечают, что большим спросом пользуются именно технические специальности. Для того, чтобы пройти профессиональное обучение, к нам граждане обращаются в поисках работы, безработные. Они собирают пакет документов, предусмотренные программой. Ну и после этого они включаются в состав участников программы «Дорожная карта занятости-2020». Мы в первую очередь обучаем по заявке работодателя, какую заявку подает работодатель, тех мы обучаем. Поэтому вот в основном тропольщики, электрогазосварщики, газорезщики. Одним из условий программы является обязательное трудоустройство обученных специалистов. Если получив профессию, человек отказывается работать, то он должен вернуть государству деньги, потраченные на него. Однако пока таких фактов не было, говорят специалисты. Руслан Шубин – бывший заключенный. Он освободился из мест лишения свободы в апреле. Сразу же попытался найти работу. Однако судимостью это оказалось нелегко. Тогда-то он и пришел в центр занятости и записался на обучение. Два месяца учебы – и вот он теперь газоэлектросварщик. Отучился там месяц на практике, месяц теория, сдал экзамены, четвертый разряд поставили. И помогли они сейчас трудоустроиться мне. Работаю я в ТОО «Ремэкология» по своей специальности. Руслан благодарен специалистам центра занятости. Теперь, по словам мужчины, у него есть постоянный доход. За свое обучение он не отдал ни копейки. Наоборот, платили ему. В медкомиссии бесплатно. На обучение, то, что я ходил за два месяца, мне выплатили деньги. В рамках дорожной карты занятости 2020 помог Темиртауский центр занятости и людям с ограниченными возможностями. Девять человек обучаются по специальности изготовитель художественных изделий из шерсти. Обучение проходит в мастерской общественного объединения «Щибер». Слабовидящие и практически незрячие ученики делают успехи. В дальнейшем каждого из них будет ждать рабочее место. К тому возникла такая идея сотрудничества с центром занятости. Именно по обучению себе же в мастерские мастеров. И вот сейчас этот процесс осуществляется. Я никогда не работала, не была в непосредственно близком контакте с такими людьми. И первое время я объясняла все на пальцах. Я брала их руки. Я их руками, сверху свои. Показывала, как катать ту же самую бусину. Готовую продукцию планируют выставлять на Экспо. Кроме того, в Астане уже открывается торговый павильон, в котором иностранные гости смогут увидеть и приобрести продукцию карагандинских и столичных мастеров. Весь год мы будем работать на то, чтобы поучаствовать в нашей великой ярмарке, которая будет в 2017 году. Айом Амрина, Жакс Лак-Нуртай, Александр Цирикидзе, первый карагандинский. Далее о спорте. В титульном бою в Лондоне непобежденный суперчемпион Геннадий Головкин показал свой лучший бой в карьере. Карагандинский боксер отправил Кэлла Брука в технический нокаут уже в пятом раунде. Техническим нокаутом завершил Геннадий Головкин бой с Келлом Бруком. Тренеры британца в пятом раунде выкинули на ринг полотенце. После победы Геннадий по традиции дал интервью по итогам боя. Несмотря на то, что его ход оказался не слишком сложным, казахстанский боксер выделил положительные стороны своего соперника и отметил, что у британца могут быть хорошие перспективы, но только в другой категории. Также Геннадий поблагодарил свою команду и английскую публику. Это поражение стало для Келла Брука первым в карьере за 37 поединков на профессиональном ринге. Головкин же одержал 36-ю победу. Вместе с этим стало известно, что после победы над Бруком Геннадий долго отдыхать не собирается. Его следующий бой может пройти в конце ноября в Лос-Анджелесе. В этот же вечер на ринг, скорее всего, выйдет никарагуанец Роман Гонсалес. Кроме того, Всемирная боксерская ассоциация дала казахстанскому боксеру 120 дней для того, чтобы организовать бой с американцем Дэниелом Джейкобсом. Так что казахстанские болельщики еще не раз увидят яркие и запоминающиеся бои Геннадия Головкина. Андрей Тен, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. С разгромным счетом 3-0. Карагандинский футбольный клуб «Шахтер» обыграл Атраусскую команду. Таким образом, горняки расположились на 10-й строчке турнирной таблицы. Игра началась предельно осторожно. Первые 10 минут прошли на невысоких скоростях. В последующее время «Шахтер» смотрелся гораздо активнее команды гостей. Горняки часто создавали быстрые комбинации, играя длинными передачами. На 15-й минуте Деслей Убинг в одиночку обыграл несколько игроков Атрау и отдал выверенный навес прямо на Штефана Зошака. Словак одним касанием вколотил мяч в сетку ворот. На 38-й минуте Деслей Убинг вывел на удар Сергея Скорых, который пробил точно в правый нижний угол ворот Атрау. Жасур Нарзикулов не смог спасти команду от очередного гола. А голландский полузащитник Горняков записал на свой счет вторую результативную передачу в матче. «Шахтер» продолжал давить. На 59-й минуте встречи карагандинская команда вновь увеличила свое преимущество. Айдос Татыбаев забил мяч головой после розыгрыша углового. Деслей Убинг записал в свой актив третий голевой пас. В последние 20 минут матча гости провели несколько комбинаций, которые смогли довести до удара. Но Бараза Игорь Шацкий выручал свою команду. В итоге была зафиксирована крупная домашняя победа «Шахтера» на Атрау 3-0. Андрей Тенн, Александр Царикедзе, 1-й Карагандинский. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова